На этой неделе демократы просто фонтанировали идеями. Они предложили гражданам самим избирать судей, пообещали, что жилые помещения, где используют газовые баллоны, бесплатно оборудуют индикаторами утечки. Но главное, нам наконец назвали день, когда в Конституцию внесут пункт о евроинтеграции. По задумке ДПМ это должно случиться завтра. А значит сегодня последний день, когда можно призвать задуматься о целесообразности этого шага. Впрочем, как и выслушать аргументы его сторонников. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте! Сегодня в гости я пригласила небезызвестных вам спикеров. Адриан Лебединский, депутат парламента, представляющий партии социалистов Республики Молдова, Виталий Гамураль, пресс-секретарь Демпартии, ну и еще и юрист, специалист по международному праву. Добрый вечер! Здравствуйте! Как обычно свою позицию можете выразить и вы, позвонив по одному из предложенных номеров. Звонок по Молдове бесплатный. Итак, вот сегодня стало известно о том, что вопрос по поводу внесения евроинтеграции в Конституцию будет внесен в повестку дня, будет рассматриваться уже завтра. Вот теоретически мы с вами, господа, можем еще наговорить много чего хорошего о евроинтеграции, о целесообразности этого шага. И вот нам за это ничего не будет. А вот что будет после? Если вот давайте представим, что вот будет наш эфир состоится после того, как это голосование уже состоится, поправки внесут. Вот что будет после, господин Лебединский? На самом деле сегодня, наверное, вы хотели сказать, что последний год, когда можно сказать плохо, евроинтеграции. Я сказал хорошо вот так, с кавычки. Дело в том, что мы за то, чтобы мы жили в Молдавии согласно тем условиям жизни, которые есть в Европе. Но не означает, что мы должны жить согласно всем принципам, которые там хорошо, ну, для них это важно. Поэтому, что такое евроинтеграция? Мы и так находимся в Европе, территориально. Если, допустим, сейчас вот этот лозунг, он потеряет свою важность, потому что за евроинтеграцию коммунисты были, у них даже в уставе написано, все правые силы, ну, коммунисты, они единственные из левых, которые были за евроинтеграцию. И мы говорим о том, что мы готовы быть в Европе, мы готовы жить, но дайте нам суверенитет, чтобы мы принимали решение у себя. Дайте нам возможность, чтобы мы жили хорошо дома у себя. Не надо вписывать нам, что, слушайте, вот эта прямая дорога, только единственное верное. Народ пускай сам принимает решение. Конституция — это основа всех законов, то есть это то, что дает определенные позывы для принятия других законов. Это не должно быть политические посылы, чтобы они были включены в Конституцию. Ну вот, господин Гомераев, давайте с вами порассуждаем. Социалисты говорят, что они уверены в своей победе на грядущих выборах парламентских. Вот возьмут они большинство и сформируют правительство. Господин Лебединский, слушайте, вам тоже интересно. Но вот согласно этой поправке они не смогут не отменить соглашение об ассоциации, которые есть, да, не внешнеполитический курс, я правильно говорю? То есть не изменить, я не знаю, там планы по евроинтеграции, вот, например, прямо интегрироваться в Евразийский союз. Или вот вдруг даже китайцы предложат вот какое-то сумасшедшее интересное предложение, вот, да, которое будет, ну, сумасшедшие выгоды Республики Молдове сулить. А ведь ничего, эти люди, я так понимаю, что после этой поправки они этого сделать ничего не смогут. Я правильно понимаю? Нет, ну, конечно, совсем не так. Давайте разграничивать вопрос о включении в Конституцию вот этого пункта европейской интеграции, который, в принципе, это не означает, что нельзя будет критиковать европейскую интеграцию через неделю, через две недели, через год. Это раз. И, во-вторых, договор об ассоциации с Европейским союзом, который является базовым документом, которым сегодня руководится Республика Молдова. Вопрос о том, возможно ли денонсация, здесь уже я говорю как юрист-международник, возможно ли денонсация данного договора, во-первых, очень сложно, потому что этот договор подписан не демократической партией, не правящим альянсом, подписан государством Республики Молдова. И это обязательство лежит на правительстве Республики Молдова и после, независимо, кто придет к власти. Поэтому то, что записано как вектор, это означает, что мы привержены. Это больше политический документ, который означает, что Республика Молдова приверживается тех принципов и тех настроений, которые взяты на себя на уровне международных обязательств. Денонсация договора, если вопрос будет поставлен, он может привести к так называемым санкциям против Республики Молдова, которые могут быть то ли политическими, то ли материальными. Политическими, ну, например, это отмена безвизового режима, это отмена некоторых позиций или закрытие рынка для молдавских товаров, то есть различного рода. Это санкции, потому что это нарушение. В принципе, вы говорите, что этого сделать они не смогут. Нет, я не говорю, что не смогут. Я говорю, просто нужно рассчитывать одно, каковы будут последствия. Потому что просто так, это договор, это международный договор. А фраза, которая включена, это не означает вовсе, что Республика Молдова не должна участвовать в каких-либо заинтересованных проектах, будь то, как вы сказали, с Китаем, будь то с Индией, будь то еще с другими странами. На двусторонних отношениях, обратите внимание, во-первых, никогда государство даже интегрируется в Европейский Союз. То есть мы не говорим об интеграции, мы говорим о том, что мы стремимся перенимать те ценности, те принципы, те хорошие стандарты, которые есть в Европейских... Это не обязательно все перенимать, потому что мы не являемся... Для нас регламенты, директивы не являются обязательными, только в тех, к которым мы подписываем документы. Ну как же так? Мы же периодически раз в год называем дату, когда мы хотим стать членами Европейского Союза. Таким образом, мы разделяем все те ценности, которые... Ну как? Официального заявления, то есть есть политические заявления различных партий, о том, что мы бы хотели подавать документы. Конечно, но мы раз в год, но, как правило, эти заявления делает руководство страны, это не ниже председателя парламента или пьер-министра. Нет, но желание о том, чтобы установить определенную дату, когда мы могли бы начать переговоры о вступлении. Нет. Мы говорим так, что мы к такому-то году, говорят представители демократической партии, будем готовы подать заявку. Так, господин Лебединский? Подать заявку, это означает отвечать полностью экономическим, социальным критериям Европейского Союза. А уж о том, что мы разделяем все те принципы и ценности, которые нам предлагают Европа, господин Лянко уже устал говорить. Он, по-моему, миллион раз сказал, что мы должны абсолютно следовать, потому что это на сегодняшний день... По его мнению, это является самая демократичная, самая передаваемая... Лучшей модели, чем Европейский Союз, на Европейском континенте не существует. Это надо признать. Вы скажите, пожалуйста, вот так вот. Вот смотрите, у нас есть статус наблюдателя в Евразийском Союзе, да? А вот если членство, вот социалисты захотят, вот согласно этой поправке, что мы скажем? Мы можем быть членами Евразийского Союза? Ну, давайте, значит, есть договоры, которые нужно предусматривать. Если не противоречит тем обязательств, которые взяла Республика Молдова на себя, то, в принципе, возникает вопрос, насколько мы можем участвовать в другом союзе. При этом, опять же, каждая власть, каждое правительство, когда берет на себя такие... Я бы не хотел, чтобы был популист, чтобы каждый раз занимались рассмотрением конкретных последствий, которые будут положительные или отрицательные. Я не думаю, что это будет положительные... А если учитывать конъюнктуру сегодняшнюю, вот, господин Лебединович, как вы полагаете, это будет позволено? За последние 9 лет столько необдуманных законов было принято. Если сейчас парламентское большинство примет все-таки эти изменения, они будут нести больше электоральный посыл. Потому что они пытаются сбить таким образом правых оппозиционных партий с толку, забрав у них вот этот месседж, что они... Самые проевропейские. Да, самые, да. Но на самом деле абсолютно никакой проблемы я не вижу в дальнейшем, потому что это закон, который юристы знают, как обойти даже эти положения Конституции. И у нас будет соглашение и с Евроцесс, и у нас будет все хорошо в дальнейшем. Да, мы должны иметь хорошее отношение с Европой. И вот последний форум экономический, который был у нас в Кишиневе, под егидой президента Республики Молдова, все спикеры сказали, мы ничего против не имели, чтобы у вас были хорошие отношения с Европой. Даже, я скажу больше, они сами говорят, мы тоже хотим быть в Евросоюзе, но при условии, что Евросоюз будет на всем евразийском пространстве. Одно, что нас отличает от стран, которые сейчас в Евросоюзе, они умеют торговать, и они торгуют все условия этого контракта, скажем так, потому что аккорд ДСУЧЕРИ это тот же самый контракт, договор, который они пытаются выбить на наилучшие условия для себя. Мы, к сожалению, подписали, не глядя, не читая этот договор, только потому, что вот нам сказали, что так хорошо. Никто не рассмотрел интересы Республики Молдова. Вы говорите, что не стоит так волноваться, есть юристы, вот, да, это ваша фраза. А я с вами не согласна, объясню почему. Потому что есть у нас орган высшей юрисдикции под названием Конституционный суд. Да, и уж если кто за эти годы своими решениями удивлял, так это, безусловно, это учреждение. Потому что за эти годы было принято столько вердиктов, которые поражали не только в Республике Молдова, но и поражали юристов с мировым именем, да, чего стоит только временное отстранение главы государства, и так было не раз, и много-много-много, значит, было принято решение, ну, мягко говоря, которое не все поняли. Поэтому я что хочу сказать, я не хочу ввести зрителей сейчас в заблуждение. Я хочу сказать, что по каждому вопросу, вы говорите, как оно будет, будем рассматривать все. Будет подана заявка в Конституционный суд, где каждый раз будут проверять конституционность, да. У нас в статье написано, что евроинтеграция, это наш единственный вектор, вот, и далее, и так далее, значит, тому подобное. А вот эти хотят, вот, у нас еще и, значит, Евразийский союз. Почему-то кажется, что Конституционный суд при этом скажет, вы знаете, у нас есть такая-то статья, где написано, что у нас есть евроинтеграция, единственный наш вектор. Ну, ведь так хотят записать. Я права, не права? Говорите. Но вы же понимаете, что у судей Конституционного суда тоже истекает мандат. То, что они сейчас политизированы, ну, это уже никто, абсолютно никто не отвергает этот факт. Ну, почему? Вот демократы отвергают. Ну, как? Нет, нет, не отвергают, потому что у них тоже есть специалисты, юристы, которые понимают, что эти все решения, они перегнули палки, все, что возможно было. Но так нужно было на данный момент принимать такое решение. Никто не говорит о том, что решения Конституционного Суда вечны и они не могут быть изменены. Будет другой состав Конституционного Суда, поверьте, будет все нормально, будут приниматься нормальные законы и будут подтвердяться нормально. Все зависит от того, как управляется страной. Если правительство, если у власти находятся силы, которые прогосударственные, которые умеют созидать, это одно. А когда государством, так знаете, не поймешь, потому что сейчас у Демпартии, нужно признать, огромный кадровый дефицит. И это видно, несмотря на то, что они сейчас у власти. Поэтому многие решения, которые последние, которые были приняты, для меня, я считаю, что они ошибочны. И в дальнейшем... Вы так полагаете, что это из-за кадрового угла? Нет, ну поймите, это одна из причин. Но в дальнейшем уже просто не знают, куда идти. Я думаю, что выборы покажут результат. Я обязана вам предоставить справа на реплику. Я два слова только о Конституционном Суде изначально, потому что я бы не хотел высказываться за судей Конституционного Суда. Все-таки мы юристы, и для меня решение Конституционного Суда и как они работают, это является законом. Конечно, существует во всем мире, когда говорят о том, что высший суд, Конституционный суд является вне политики. Но это немного не совсем правильно. Потому что давайте простой пример. Сегодня Соединенные Штаты в Верховный суд. Это назначение. Спасать Соединенные Штаты то, что я хотел бы, чтобы спасало Республику Молдову. Это сменяемость. И вот этот цикл, который сменяемости власти при этом демократическим способом. Потому что на сегодняшний день все разговоры о том, что сегодня необходимо было, например, 4 от республиканцев, четверо от демократов, и один, чтобы был нейтральным. Это ситуация, которая очень сильно обсуждается в Соединенных Штатах. И говорят о том, что те, которые были назначены еще Обамой, одному 85, для другого 82 года, они назначаются пожизненно. То есть я провожу параллель не потому, что хочу не защищать судей нашего Конституционного Суда, потому что я знаю, что это хорошие специалисты. В любом случае, при назначении есть, конечно, вот этот момент, который мы должны учитывать. Но при этом мы должны научиться и тому, это и общество, и в принципе, и каждой в отдельности, и в суде Конституционного Суда, мы должны научиться соблюдать решения и уважать решения тех структур, которые являются компетентными в своей области. Я не встречал, вот я уже по своей структуре международного права, единственное, что критиковалось очень сильно, это Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии. Но это критиковали те, которые поддерживали сербов. Все остальное, в принципе, ни одна структура не критикуется, хотя нет, там тоже есть политический аспект, который очень сильно заметен. То есть мы должны искать, я как юрист всегда ищу тот момент, что помогает для юридического толкования, для последующих юридических последствий, вот тех вещей, на которые ответ дает Конституционный суд. Потому что очень часто не юристы, читая решение Конституционного Суда, вырывают из контекста какие-то слова и говорят о том, что вот, например, суд должен, суд сказал такое-то или такое-то. Хотя суд совершенно по другому вопросу касался. Господин Гаммурарь, если можно коротко, авторитет Конституционного Суда на сегодняшний день в обществе, он упал? Меня интересует не столько авторитет Конституционного Суда, а я вам объясню, чтобы Конституционный Суд соблюдал дух Конституции, буквы закона, и чтобы он принимал решение в соответствии с... Так я за. А вот давайте, скажем честно, вот проводят же у нас различные рейтинги, да, вот смотрят решение Конституционного Суда. Вы же видите, что с каждым годом авторитет этого органа высшей юрисдикции в обществе катастрофически падает, и, наверное, это неспроста. Авторитет был высоким тогда, когда он принимал одно решение в год. Это начиная с 1994 года, когда было два решения, три решения. Да неважно, пусть он принимает три решения, но пусть... Нет, потому что тогда никто не обращал внимания на Конституционный Суд. Конституционный Суд сегодня работает, потому что Республика Молдова... А раньше не работал. Нет, политический класс Республики Молдова изменился, и то, что было до 2001 года, и потом период с 2001 по 2009, не сравнить с тем, что стало после 2009 года. Я не говорю о том, что это плохо или хорошо, я говорю о том, что изменилось очень многие и очень многие обращения в Конституционный Суд, Конечно, по крайней мере, до сих пор он не брал на себя такую роль, он просто давал раньше толкование. Сейчас он является уже стопроцентным участником процесса, и это уже, к сожалению, бывает не раз. Он дает свои оценки и на это обращает внимание. Ваше мнение, я не ставлю своей целью вас сейчас переубедить. Давайте так вот. Для изменения Конституции по нашему закону нужны голоса 2-3 депутатского корпуса. Это 67 депутатов. Эти голоса есть? Мы не знаем, мы говорим о том, что коалиция будет голосовать. По крайней мере, это было принято решение, это было еще весной или летом, когда мы говорили о том, что мы предлагаем себе внесение в Конституцию такой пункт. И, в принципе, есть единство в этом решении. Что касается других партий, мы не можем за них говорить, будут ли они голосовать за или нет. Ну, почему не можете? Вот, например, Михаил Федорович Гимпу сегодня честно сказал, я буду голосовать, если вы проголосуете перед этим за изменение в Конституции название языка. Молдавского на румынский. Так? Поверьте, я с Гимпу в одной комиссии. То, что говорит Гимпу, это не означает, что это так. Гимпу будет голосовать за все, что угодно, поверьте. Меня волнует, что вы сейчас адвокат, господин Гимпу. Нет, нет, наоборот. Гимп, я об этом и... Вот видите, это очевидно, это как-то связано с фамилией Гимпу. У нас даже техника не выдерживает. Дело в том, что я с ним в одной комиссии. Я вижу, когда он голосует, скажем так, по-другому, ему говорит, слушайте, давайте проголосуйте так. И он все-таки голосует так, как надо. Поэтому, поверьте, достаточно, чтобы еще раз Канду ему сказал, что реплику он получит от прокуратуры, и Гимпу будет голосовать так, как надо. То есть вы все-таки думаете, что... Что касается Гимпу, я не сомневаюсь. Вы не сомневаюсь. Вопрос больше в либерал-демократах. Зависит от них. Давайте все-таки пусть сначала скажет господин Гамураль. Он сказал, что завтра посмотрим. Как вы считаете? Я не могу за них говорить, но я понимаю одно, что... Я понимаю, что это важно вам, демократам, очень важно, ставить вопрос или не ставить. Мы надеемся, потому что в данном случае это будет... То есть, в принципе, те депутаты из этих соответствующих партий, они покажут свое истинное лицо, являются ли они на самом деле проевропейцами, или они просто декларируют проевропейский курс только в своих компаниях, целях или популистических идеях. То есть это сейчас, в принципе, мяч на их стороне, на их территории. Вот они должны решать, что будут ли они или нет. Мы сдержали свое слово, то есть мы говорили о том, что мы хотим внести соответствующий пункт. Мы его проводим, выдвигаем на голосование. Что будет дальше, уже посмотрим. Это правда. То есть, если я правильно сейчас понимаю, я пытаюсь расставить акценты, стопроцентной уверенности в том, что завтра у вас будут эти голоса, на этот час нет. Но мы же не можем отвечать за позицию других партий. Я правильно сформулировала? Да. Теперь, господин Лебединский, вы как полагаете? Есть все-таки? Я полагаю, что все-таки... Голоса. Ну, сейчас, я думаю, что разговор идет о одном-двух голосах, которые нету ясности. Не хватает. То есть, да, где-то 64-63 голоса есть, но вот еще осталось эти 4 голоса убедить. Я считаю, что примерно в таком формате, поэтому сегодня была такая небольшая перепалка между либерал-демократами и Канду во время обсуждения повестки дня. Но до завтрашнего дня, я думаю, что будет определенная ясность. Я знаю, вот Михаил Федоровича как? Михаил Федоровича нужно взять на всю ночь и читать его же цитаты о евроинтеграции. Зачем? Я думаю, на всю ночь как хватит. Не надо цитировать его. Нет, ему же читать, напоминать, что Михаил Федорович, вы когда в 2009 году боролись за пост... Он далеко в это все не верит. Вот. Он прагматик. Как бы так. Ну, понимаете как, вот зрители нас сейчас слушают, и мне важно, чтобы они поняли одну такую вещь. Наверное, не только в Молдове, но в Молдове особенно. Вот такие вопросы всегда предмет торговли. Правда. Так вот, в данном случае... Давайте скажем так. В данном случае это положение выше, чем то, если мы говорим о предмете торговли. Потому что это, в принципе, является некой национальной идеей. И, в принципе, от остальных партий требуется одно, чтобы они на самом деле показали, чего они до сих пор говорили. Говорили они откровенно о том, что они хотят европейскую интеграцию. Или, то есть, это вот некая такая вот явка чистая перед своими избирателями, в том числе, о том, что вы на самом деле верите о европейской интеграции. А они вам в ответ примерно так говорят. Уважаемые демократы, мы неоднократно говорили, так же, как и вы, что нам очень важна евроинтеграция как вектор. Все это потрясающе. Ну, вы понимаете, уважаемые демократы, с вами разговаривать можно, в принципе, только тогда, когда вы хоть в чем-то зависите от нас. И мы хоть тогда можем ставить какие-то для вас примерно, ну, если не условия, ну, какие-то пожелания, да, которым вы раньше черт из два прислушаетесь. Поэтому мы тоже хотим воспользоваться моментом и хотим сказать, да, мы понимаем, мы проголосуем, но вот вы взамен должны сделать тот и тот и тот. Идет ведь такая торговая? Ну, в принципе, если говорить о том, об изменении названия языка, то было сказано четко, во-первых, не было обсуждено ни в комиссиях, это раз. Во-вторых, это не было приоритета, потому что данный вопрос является тем, который не объединяет общество. И на данный момент это не потому, что мы против названия молдавский язык или румынский язык. То есть я всегда был сторонником, что это остается за каждым человеком в отдельности. И видно, что в обществе даже те, которые говорят на этом языке, тоже нет единства. Поэтому мы бы не хотели еще дальше раскачивать лодку Республику Молдову по этому вопросу, тогда как, в принципе, когда мы говорим про европейскую интеграцию, мы просто подчеркиваем то, что уже сделано. Договор об ассоциации подписан, все соглашения, экспорт и все договоры, которые базовые, на которые строится сегодня Республика Молдова, это с Европейским союзом. Поняла, поняла. Вот если завтра, ну вот Михаил Федорович удивлял же, удивлял же. И не проголосует? Ну вот вдруг возьмет и, ну не хватит там, не знаю, не придут двое его депутатов. Ну мало ли что может случиться. И вот, видите, голосов нет. Перенесу заседание. Вот мне интересно. Канду это умеет, поверьте. Что будете, тогда, если у вас голосов не будет, вы этот вопрос отложите на следующее заседание, либо настроены решительно, как и обещали, поименно. Вот каждый идет к микрофону и говорит, за или против. Что будете делать? Я думаю, это завтра будет решаться и, в принципе, будет решаться непосредственно в парламенте. Здесь заранее говорить о какой-то, какой-то намеренной схеме, в принципе, довольно-таки сложно. Ну это простая же схема, я вот так ее просто сейчас предложила. Поверьте, там есть Канду, который прекрасно умеет считать, у него калькулятор всегда под рукой, он всегда знает, сколько у него голосов и так далее. И на самом деле, мы завтра утром посмотрим, если случайно кто-то быстренько заболел, то, значит, какая-то... Ну, учитывая последнее заседание на прошлой неделе, и высказывание Канду, когда он сказал, что закрывайте все выходы, входы в парламент, закрывайте столовую, закрывайте все... Кстати, это нарушение прав человека или нет? Нет, но на самом деле, по-моему, есть обязательность, что у депутата, как у вас цельных работников. Да, депутат, он наемный работник, у него есть определенные часы работы, да, он должен... То, что мы вышли из зала заседания как мера... Как форму протеста. Да, как форму протеста против тех решений, которые были, а остальные, если не то, что быть на работе... Самое важное — закрыть буфет. Вот я видела много раз, что именно эта мера является самым действием. Мне жаль, что дошло до такого, но, в принципе, молдавский парламент не является уникальным в этом случае, потому что европейские парламенты, национальные парламенты, да, в принципе, и в европейском парламенте очень часто возникают вопросы о том, что непонятно, где находятся депутаты. Это житейский вопрос, потому что депутаты — обычные люди из народа, и они, в принципе, представляют тот же самый народ. И у них те же самые пожелания, которые есть у остальных. Хорошо, то есть я поняла примерно так версию, если голосов не будет, то и вопрос не будут ставить. Где-то вот так, господин Лебединский. Нет, я думаю, сам вопрос будет поднят для того, чтобы... Ну, нужно неделю закончить ведь какой-то акцией, пиар-акцией. Нет, ну просто... Но само голосование, если не будет уверенности в... Да, голосование не будет, я даже могу сказать... Найдется основание для вашего перенесения на следующей неделе. Такое, например, скажут, вот сейчас идет Парламентская Ассамблея Совета Европы. Скажут, давайте дождемся, что там говорят. Давайте посмотрим, что там говорят. Нет, ну это же голосов тоже важно. Ну ладно, это мы так с вами шутим, но на самом деле все-таки в каждой шутке есть доля шутки. Я думала вот по поводу таких важных решений, и сам собой, наверное, напрашивается такой вывод, что если бы вот парламент образца 2018 года был таким же, каким он был в 2014 году, то этот вопрос, то есть как выбирали люди, как этот парламент увидели люди, как они проголосовали, да, каков получился результат. И если бы это было так, то этот вопрос никогда в жизни даже вот, вот даже не задумывались бы демократы, и они бы понимали, потому что это им не светит через парламент. Нет, тогда бы у них еще шесть голосов было гарантировано. Объясню почему, потому что у социалистов, я посчитала, получили 25 мест в парламенте. Да, и все, остальные все проевропейские. Коммунисты получили, я имею в виду образец, тот, который был в начале. У них в регламенте, у них же правильно написано, что они проевропейские. Но они голосовали за соглашение? Нет, конечно. Вот. Поэтому не спорьте здесь. Значит, 25 социалистов, 21 коммунисты. Вы знаете, они бы не проголосовали. Там есть хорошие люди, на самом деле. Я их не защищаю, но я уверена, что они не проголосовали бы за. Они бы вышли из зала. Но вот на этот голос, на эти голоса, на 21 плюс 25, было бы сложно рассчитывать. Я вам говорю, что мне интересно завтра, как поступит француз. То есть Владимир Николаевич, вы считаете, что он тоже проголосует за внесение? Кто его знает? То есть сегодня он сказал, что нет, а завтра он не говорит? Нет, нет, он сегодня не говорил нет. Ну я так утрирую. Он же никогда не говорил, что он против. Ну, я сужу по тому, как голосовали по соглашению. Коммунисты просто устранились. Они вышли из зала, остался, по-моему, Григорий Петренко. Вот так. То есть расклад, он был совсем другим. Как вы считаете, имеете ли вы право, изменив полнейшим образом расклад, не спросив при этом своих избирателей, решить все это в парламенте? Может быть, раз так все изменилось, раз у нас замечательно, у нас уже скоро парламентские выборы. Слушайте, да, пишите вы этот вопрос, делайте вы референдум, решите раз и навсегда. И в конце концов, люди перестанут уже друг друга этим тыкать. Во-первых, когда мы говорим про референдум, надо учитывать, что референдум проводится тогда, когда есть уже определенное решение, и мы принимаем решение о вхождении в Европейский Союз. Так было сделано и по другим странам. А вы не про Европейский, вы про Конституцию спросите. Да, так а мы не говорим, в данном случае я не вижу необходимости референдума по внесению в Конституцию того положения, которое подтверждает наше обязательство подписываться по ассоциации. А я вижу, почему бы не спросить о референдуме, нуждаемся ли мы в том, чтобы мы какой-либо вектор определили в качестве единственного? Например, вот сейчас. У нас же есть договор об ассоциации, который является базовым, и он определяет внешний вектор государства. Опять же, этот договор, он был выторгован нашим правительством. Народ никто не спрашивал. И потом был проголосован, был ратифицирован нашим парламентом. Правильно, об этом и говорим. Но не народом. То есть не народом. Были представители народа. Договоры, международные соглашения, которые сейчас... Я с вами согласен. Это совершенно разные договоры. Но нельзя ссылаться сейчас на то, что у нас есть вот это соглашение, поэтому давайте единственный выход. Любое соглашение, оно может быть поменено, то есть изменено определенное положение, и он может и быть расторгнут. Договор расторгивается только тогда, когда условия, при которых он был заключен, изменились кардинально. Причем это обычная норма, не записанная в языке конвенции. Если в результате, в любом договоре, если появилось у одной из сторон, появились определенные обстоятельства, которые не дают ему возможность выполнять... Начинаются переговоры, но не как первоносторонние. Вот большие были переговоры, когда Порошенко заявил, что они выходят из договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией. Переговоры просто, я не знаю, просто от такого количества переговоров просто электорат с ума сходил. Во-первых, истекал договор, и нужно было продлевать это раз, первый момент. И второй, вот эта клаузула, о которой я говорил, совершенно... Государство находится в состоянии войны. Я говорю про оккупацию, юридическую оккупацию Крыма. Это уже состояние войны. И в этом отношении договор, когда заключал свое время, совершенно изменились условия, в которых сегодня существует. Поэтому в случае с Украиной я не вижу никаких проблем. С точки зрения международного права... Украинцы правы. Не то, что правы, но они имеют права на... А, то есть с вашей точки зрения, украинцы имели на это право. Выходите из договора о них. Это важно. И у нас тоже есть такое право. Но опять же, при том условии, если... Нет, но опять же, сколько людей прокомментировало это. Вот все считают, что это будет бомба. Вот понимаете, Молдова выйдет из соглашения об ассоциации. И что? Это будет... Абсолютно ничего. Господин Гомараг говорит, что это не важно, что можно это сделать. Это санкции. Единственная санкция, это что может быть? Экономически наши товары не будут принимать туда? Хорошо, если мы... Поэтому мы должны развивать свои рынки. У нас должна быть диверсификация. У нас не будет свободного пересечения границы с ними. Единственное, что... Могут, но в то же время мы же знаем, что сейчас происходит у нас со свободным передвижением. Все-таки мы будем платить за въезд. Но я хочу уточнить, я не сторонник того, чтобы мы взяли обязательно... Нет, нет, ни в коем случае. Не правда. Это не нужно. Нужно брать просто лучшее оттуда и оттуда. А мы в последнее время... На самом деле, этот договор, который сейчас у нас есть в СССР, он абсолютно нам не мешает заключить такой же договор и с евразийским... Нет, давайте лучше заключать, чем тот, что у нас есть. Я имею в виду заключить договор. Потому что там есть некоторые моменты, которые, мне кажется, нужно было предусмотреть. Единственный вопрос возникнет в определенных директивах, которые есть у них разноклассники. Но на это и есть стороны, которые будут торговать. И определенные директивы мы будем принимать, другие не будем принимать. Хорошо. И тогда решается все абсолютно. Молдавия на самом деле может стать раем для обеих сторон и тем мостом, который будет соединять восток и запад. Давайте мы для себя останем. Основной целью государства является привлечение хороших специалистов на государственную службу, которые могут выторговать хорошие условия для своего государства. Это без разницы с Европейским Союзом или с Российской Федерацией, или с Украиной, или с Китаем. Истинная правда. Это общеизвестно. Поэтому вопрос в том, что есть ли такие кадры или нет. Надо создавать условия, чтобы такие кадры приходили на государственную службу и впоследствии они могли вести переговоры. Для этого государство может нанять хорошие... Если нет в правительстве, в чем я сомневаюсь, если нет специалистов, которые могут торговать, для этого можно нанять международную компанию, которая проанализирует, которая предоставит выгодный для нас контракт. Хорошо. Но мы должны понимать, что кроме нас самих лучше всего о себе... Никто не займет. Конечно. Не побеспокоиться. Мы должны об этом думать и понимать, что нигде нас, собственно говоря, не ждут. С распростертыми-то объятиями. Поэтому нам никогда не помешает, если мы по нескольку раз в день будем сами себе об этом говорить. Хорошо. Продолжаем нашу тему по поводу евроинтеграции. Вот мы тут ломаем копья в стране. И да, и нет, и категорически. Кто-то так вот давайте подумаем. Но в принципе страсти уже накалились достаточно. А между тем, что думают об этом в самом ЕС? Ну, как таково, вот я не нашла высказываний по поводу внесения в Конституцию, мнений европейских чиновников, чтобы они сказали, мы за, мы против, поступайте-то вы как хотите, вы нам надоели уже так со своими вот этими. Но нам зато известно другое. И стало известно это буквально позавчера. Вот эта информация, вот ее нужно знать. В Комитете по иностранным делам Европарламента, ну это как примерно наша комиссия парламента по внешней политике, нечто, да? Считают, внимание, цитата, положение дел в Молдове не соответствует демократическим стандартам и принципам верховенства закона. Также евродепутаты отметили, что, далее опять цитата, Молдова захвачена олигархическими интересами, а все экономическое и политическое влияние сконцентрировано в руках узкой группы людей. Конец цитаты. Следующая цитата. «Жаль, что сегодня мы должны говорить о Молдове как о государстве, в котором горстка людей является угрозой, основным элементом демократии и верховенства закона. Я надеюсь, что этот доклад станет нужным, тревожным сигналом для молдавских властей». Докладчик по Молдове Петрос Ауштрявичус. Я думаю, что через пару недель, максимум полтора месяца. Вот за вот это 37 человек проголосовал, это подавляющее было большинство. Ну вот поясните людям, господин Гамурарь, ну говорят вот что в Европе думают не о нас, не о Молдове, а о нашей власти. Вот они так прямо и говорят, горстка людей, вот это вот все. А мы вот хотим, а мы все равно вас любим, мы все равно проголосуем. Нет, мы не говорим, что мы их любим. Вы понимаете, вот объясните этот диссонанс. Я понимаю, да. Пожалуйста. Вопрос не в любви к депутатам Европейского парламента, а вопрос в том, что мы являемся приверженцами тех ценностей, на которые построен Европейский союз. И его строили совершенно не эти европейские депутаты. Его строили, потому что многие из них пришли после 2004 года, когда было первое расширение, потом 2007 год и последний 2013 год. То есть это много вопросов, которые возникают. Меня каждый раз интересует, я понимаю, как устроен парламент, Европейский парламент. То есть есть политические партии, которые до сих пор не могут забыть о том, что та партия, на которую они ставили в Республике Молдова... Вы сейчас о партии Филата? Да, они находятся у власти. Меня интересует впоследствии, какова будет позиция Европейской комиссии. Потому что европейские депутаты сегодня, большинство из них, или добрая часть из них, даже не вникает в то, что происходит, потому что они уже готовятся к своим выборам в Европейский парламент. Почему при этом они грузин так хвалили на том же самом заседании? Потому что, во-первых, у грузин нет такого, вот даже те партии, которые объявляют себя проевропейскими, нет такого расхождения во взглядах, когда одну и ту же вещь, которую преподносят как положительное, в любом случае, в обязательном порядке, должны преподнести в отрицательном виде перед европейскими депутатами. И те соглашаются, потому что это являются представители их партии, которые не поддерживают территорию Республики Молдова. К сожалению, это политическая характера в Европе, поэтому очень многие вопросы и на национальном уровне в европейских государствах возникают по отношению к европейским институтам. То есть это вещи, которые касаются в данном случае не столько Республики Молдова, сколько касается Европейского Союза. Но мы должны учитывать каждый раз, и мы должны работать над тем, чтобы улучшать ситуацию в Республике Молдова, и приводить данные конкретно, доказывать, то есть не идти и доказывать специально, а доказывать своим делом, доказывать, что в Республике Молдова проходят нормальные демократические перемены. И мы идем к тому, к чему мы стремимся. Я вас поняла. Спасибо. Господин Бледенский, вот доказываем, с 2009 года у нас сколько было уже правящих коалиций, все со словом европейское. А вот получаем спустя тоже 9 лет вот такое вот. Скажите, пожалуйста, как нам к этому вообще надо относиться? Мы, вот власть хочет голосовать это все поправку в Конституцию, европейцы нам говорят, слушайте, вы вообще там коррумпированные, захваченные, олигархические и далее по тексту. Знаете, вот я сегодня ослушал господин Гамурарь, и у меня затаилось такое сомнение, а вы знаете, не исключено, что завтра, даже если будет большинство, может Канду сделать так, что не проголосуют за это изменение. Именно для того, чтобы показать и европейским силам. Вот я слушаю, и у меня как-то вот закралось такое сомнение. Если я до того, как я пришел сюда, я был уверен, что он найдет голоса, то после этого нашего дискурса, у меня такое сомнение есть. Поэтому я... Гаспан Гамурарь не будет вам это сейчас комментировать. Нет, ну я не рад. Я абсолютно уверена. Это лично мое мнение. Я понимаю, да. Я поэтому пришла вам на помощь, Гаспан Гамурарь, чтобы вы не думали, что я только злая бываю, иногда я добрая. Нет, на самом деле, поэтому я и думаю, что отчасти правда то, что определенные силы в европейском парламенте поддерживают, ну, так называемых нынешних оппозиционеров, которые, они фактически созданы из бывшего Пеледеме. Сейчас они называются по-разному. Там три партии, они сейчас объединяются в какое-то общественное движение. Ну, бог с ними, это их проблема. То есть вы не удивитесь, если в назидание европейцам еще и демократы проведут такую процедуру и скажут, вот вы видите, уважаемые европейцы, вот смотрите, мы-то демократы. Правильно. Мы проголосовали, а ваши приверженцы отказались. А вот они-то, смотрите, какие плохие. Депутаты европейского парламента приходят и уходят. Будут новые. Мы говорим про европейские ценности, которые являются довольно-таки вечными, по крайней мере, начиная с 51-го года после Второй мировой войны. Я соглашусь, я соглашусь, депутаты приходят и уходят. Но каждый депутат, который приходит на место другого депутата и начинает свою работу в соответствующей комиссии, у них у всех есть папчики документов. И когда вот есть там название Республика Молдова, то я вас уверяю, что все-все-все-все, что было сказано и принято, какие решения в отношении Республики Молдова и европейским парламентом, и европейской комиссией, они тут же знают. Это все-таки преемственно. Вы мне не дали договориться. Дело в том, что то, что это было сделано в поддержку нынешней оппозиции, я не сомневаюсь. Но то, что это соответствует истине, это другой вопрос. Потому что пускай нам не говорят европейцы, что у нас здесь в стране происходит. Потому что вот это мнение, вы зайдите в любое село, в любое помещение, в любую школу, и вам то же самое скажут люди. Просто выйдите во двор, пообщайтесь с людьми, и то же самое, другими словами, нашими молдавскими будет сказано, но суть будет та же самая, что у нас сейчас в стране очень тяжело жить. Люди недовольны. Вот что самое важное. И мне без разницы, это будет называться евразийская интеграция, это будет называться европейская интеграция, или космическая интеграция. Абсолютно без разницы нашему народу. Им важно, чтобы они жили хорошо. А давайте вообще не интегрироваться. Вот об этом и говорим. Они хотят здесь, на месте жить хорошо. Я их понимаю. Чтобы их дети вернулись обратно в страну. Я их понимаю. Чтобы они вместе здесь были. Чтобы родители этих деток вернулись обратно в страну. 21 веке вне интеграционных процессов жить невозможно. Возможно. Возможно. Это знаете, вы говорите сейчас о тех государствах, которые проводят активнейшую внешнюю политику. Вы понимаете? Молдова не будет задумываться о членстве в БРИКС, не только потому, что мы географически туда не подходим. Вы понимаете, да? Но в то же время есть страны, которые проводят большую внешнюю... Но мы говорим о том, что сейчас мир стал многополярным. И нам сейчас вот этому маленькому государству... Я говорю о интеграционных процессах. Я не называю только Европейский союз. Я понимаю. Я понимаю. Но принимать сейчас, когда идет такая большая война между Востоком, Западом, Россией, все эти вот санкции, нам нужно это все? Завтра, послезавтра мы не знаем, с чем мы очнемся. Зачем нам это нужно? Нам нужно развивать... Мы, по крайней мере, увидим, пройдет это положение в Конституцию или нет. У нас уже у меня все время показывают, что уже время наше вышло. И вы знаете, ответ на многие вопросы по поводу внесения, не внесения в Конституцию этого положения дали сами же европейцы. Вот докладчик по Молдове отметил, вот внимание, будущее отношений Молдовы с Европейским союзом зависит от того, как в республике пройдут парламентские выборы. Не запишут ли в Конституцию, не запишут ли. Речь не о том, кто победит, продолжает он. Речь о том, как они победят. Очень хорошо сказал. Вот добавить что-то сложно. То есть ориентиры нам даны. Нам сказано, ребят, неважно, вы хоть впишите там, что хотите, но мы внимательно будем следить за тем, как у вас идет предвыборная кампания, как ведут себя конкуренты, насколько все ли доходят конкуренты. Соблюдаются те правила, которые есть в Европе. Абсолютно точно. Вот как пройдут выборы и какой вердикт мы после выборов вам скажем. Мне кажется, наверное, это справедливо. Он опять же будет политичным, он опять же будет необъективным. Кто? Вот этот вердикт, про который вы говорите со стороны Европейского Союза. Давайте поживем, увидим. Все-таки сразу так вот сказано, что все будет плохо. Нет, я объясню почему. Потому что если для них выиграет партия, выгодная для них, то тогда они скажут, молодцы. Если выиграет партия, которые будут торговаться за лучшие условия в стране, в Республике Молдова, то тогда их это не будет устроить. Я знаю, ваше мнение точно так же имеет право на жизнь. Я слышала о нем много раз, понимаю, что он имеет в виду, и вы понимаете. Но, как всегда, нас расходит время. Спасибо, что пришли. Результаты голосования у нас на экранах. Ну, доживем до завтра, посмотрим, кто был прав, какое будет голосование. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы смотрели программу «Дело принципа». И желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Продолжение следует...